Осторожно, осторожно. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что с вами произошло? Вчера, 27-го числа, ехал на автомобиле 6-й модели в сторону Курска, с Воронежа, около 9 часов утра. Остановили на посту сотрудники ДПС. В какое время это было? Около 9 утра. Около 9? Попросили документы предоставить, предоставил. Сказали, что вроде не в трезвом состоянии, запах от меня есть. Дыхни, я дыхнул. Они говорят, наверное, точно пьяный. Надо идти дышать, типа, на аппарат. Ну, дышать, разобрали, чтобы не дышать. Запросили денег. То есть, чтобы вы не продували, вы побоялись, что вдруг может показать. Да. Вы ранее днем, я так понимаю, употребляли алкогольные напитки. Да, ранее где-то полтора суток. Прошло с момента употребления алкогольных напитков. Да, да. То есть, при любых обстоятельствах там бы ничего просто не показало. Ну, просто человеческое... Просто вы испугались, я так понимаю. Мы разговаривали о сумме, сколько нужно вообще, типа, им предоставить. Изначально первое слово было 100. Они 100 тысяч запросили? Я сказал, вы видите, на чем я езжу, какие 100. Ну, потом договорились, вроде бы, на 30 тысячах. Попросили они, был гражданский с ними там какой-то на балкончике стоял. Попросили они, чтобы со мной съездить до квартиры. Доехали до квартиры, у меня было в наличке 10 тысяч. С этим гражданским? Да. Там, где вы проживаете? Проживаю сейчас. Забрал 10 тысяч, привез на пост, отдал 10 тысяч. Документы они забрали, техталон и права. Ну, говорю, они сказали, ищи тогда, повеселей. Я говорю, ну, я не местный, долго, наверное, буду искать. Сказали, есть быстрозаймы. Едьте там... То есть, они вам даже предложили в кредит влезть? Да. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации у вас находились все это время? Нет, у них. Они как взяли, так у них и находились. То есть, в заложниках? Да. Машину они отдали, я на машине на своей поехал. Без документов вы поехали в быстрозайм? Да. В микрофинансирование организации, которая кредитует мелкими суммами, я так понимаю. Там мне маленькие суммы одобривали, так как первый раз. То есть, вы ни одно заведение посетили? Конечно, несколько. Ну, по случайности встретил человека тоже по займу и познакомился с ним. То есть, он непосредственно сотрудник этой фирмы, которая занимается как раз выдачей кредитов такого рода. И с ним познакомился, рассказал свою проблему. Он сказал, ну, надо как-то решать по-другому, более законным способом. Это тот человек, который мне написал ВКонтакте, я так понимаю, да? Который мы списывались и который, я сказал, что вы можете обратиться. Да. И потом поехали в отдел, как вы называете. А, ну, то есть, после звонка, когда непосредственно вы поехали в управление собственной безопасности? Да, 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 да. Примерно в какое-то время было? Ну, это уже было где-то, может, второй час, может, два дня. То есть, с двух до трех примерно в такое время. То есть, вы направились в управление собственной безопасности на Карла Маркса 32. Да. Вы туда приехали. То есть, по времени, ориентировочно, часа в три, я так понимаю, вы, наверное, там были уже? Ну, может, да, может, два, может, три, точно не скажу. Что там непосредственно происходило? Зашли. Кто вас встретил? Зам. Начальник Оселин Александр. Саликов. Или Саликов. Саликов Александр Николаевич. Да. Ну, а я объяснил ситуацию, в какую попал. Вот. Ну, они начали опрашивать меня там, типа, как заявление, заявитель. Потом меня оттуда в отдел милиции привели. Там... А, на Володарском вас водили в... Ниже. А, вниз просто. Не, 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 не. По улице. А, по улице непосредственно другое здание. Да, да, да. Я понял. Там тоже вышел майор с дежурки, с дежурной части. Ну, тоже меня опросило, писал там, что... Сказали, опять жди. Ну, ждал, ждал. То есть вы написали в управлении собственной безопасности заявление и объяснение, и то же самое там давали, да? Да, да, да. То есть вы два раза одно и то же делали, правильно я понимаю? И по времени... Ну, это надо зарегистрировать. Они сказали, это надо зарегистрировать. По времени сколько? По времени я не скажу точно, не обращал внимания. Потом вышел другой мужчина, повели опять в собственной безопасности. То есть вы опять вернулись в собственную безопасность? Да. И потом опять в дежурку ходили? Нет, нет, нет. Или из дежурки потом в собственную безопасность? Да, да. Понял. Вот, там опять начали другой человек, как говорится. Принимать заявление опять что-то? Да, да, да. Что-то вроде у них не сходилось, да, что-то там. То ли они не могли с почерком разобраться, не могли. Начали то же самое опрашивать. Ну, опросили где-то наполовину, успели написать. И пришли сотрудники, меня забрали и поехали мы обратно на пост. То есть, с этого момента, вот ориентировочно в 3 часа вы прибыли в управление собственной безопасности, на пост сколько вы приехали? Где-то без 15.7 вечера. Без 15.7 вы приехали на пост. Так долго все это происходило получается? Да, так как сказали, чтобы сотрудники ДПС, они должны поменяться в 8 часов. То есть, получается, с 9 часов утра вы приехали в 7 часов вечера. Да, да, да. То есть, вот у нас сколько получается, 4 часа с момента, как вы подали заявление, прошло до момента приезда? Получается так. То есть, как вы сами считаете, это адекватная реакция вообще на заявление гражданина? Ну, я думаю, нет. Я думаю, это как минимум полчаса, это максимум должно происходить такие мероприятия, чтобы с поличных схватить преступников. Вот этих коррумпированных взяточников. Возможно. Что непосредственно, когда вы прибыли на место, на пост, у вас какие-то были, я так понимаю, вы были снаряжены сотрудниками собственной безопасности, значит, определенными устройствами приехали туда, да? Установился ДПСник, и они типа что-то стало, выезжая отсюда, говорю, мне надо поговорить. Тех сотрудников, которые вас останавливали, они там были, и вы к ним подошли. Я лейтенант, который меня изначально остановил, он переходил дорогу, я к нему поговорил, что там это нужно дальше. Он чуть ли не быстрым шагом зашел в будку эту, к своей ДПС, на пост. Вот, я стоял, опять ожидал. Капитан стоял между двух дорог, где останавливал автомобили. Но я вижу, что он очень часто, почти каждую машину останавливает, не хочет подойти ко мне. Я подошел сам к нему, говорю, капитан, мне надо с вами поговорить. Он сказал, вы кто молодой человек, я вас не знаю, о чем с тобой буду разговаривать. Я ему сказал, говорю, вы меня утром останавливали, мне надо поговорить с вами. Он сказал, говорит, я тебя не останавливал, если куда-то не знаете дорогу, я могу вам подсказать, куда вам проехать. И тоже направился быстрым шагом. То есть они оба скрылись на посту, от вас на пост зашли, и больше никаких. То есть все, там сидели, вы уехали. Я постоял 3 минуты и поехал к сотрудникам. То есть они, у меня есть основания полагать и подозрения, что им информация каким-то образом просочилась. Может быть, возможно. Потому что они же ждали все-таки деньги, и документы у них находились. По поводу документов они ничего не сказали. То есть они сказали, что первый раз вообще вас видят, и все остальное. Да, никто тебя не останавливал, и мы первый раз видим. Я понял. Самое интересное, мы сейчас увидим этих сотрудников, и они сами не знают о том, что мы их сейчас покажем. И я думаю, нам стоит к ним сейчас пройти. И они, кстати, не на посту ДПС, и мы сейчас находимся не на посту ДПС. А по такому стечению обстоятельств, сегодня у нас какое число? 28-ое. 28-ое число. Вчера у нас было 27-ое, а вчера это все произошло. Вот почему-то они теперь на посту не работают. А работают они теперь на воротах ГИБДД, которые находятся на обручу А3. Наверное, проштрафились за что-то. Наверное. Наверное. Мне кажется, по этой ситуации. Возможно. Есть основания полагать. Убрали их, я думаю, надолго. Но мы сейчас к ним придем, зададим им те же самые вопросы, которые вы задавали на посту. И нам самое главное, чтобы вы их опознали. Они не они. Но у нас есть основания полагать, что именно эти сотрудники, потому что они у нас в одном из роликов уже фигурировали. Это капитан полиции Барышев. Очень такой непорядочный человек, как выяснилось, и немножко любит лгать. Ну, мы сейчас проверим, насколько он правду может сказать. Понятно. Все, сейчас идем. Здравствуйте. А надо представиться. Да, полиция Ситников. Ситников, да. А вы как? Это полиция Барышева. Барышев. Вот Ситников и Барышев. Можно, пожалуйста, выйти, пожалуйста? Да, подожди, одну секундочку. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, сообщи. Барышев и Ситников, можно вас сюда пригласить поближе? Сейчас, секундочку, подожди. Да, да, да. Вы, пожалуйста, выйти с территории. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, мы с вами общаемся. Мы к вам пришли. Мы к вам пришли. К ваш сотрудник полиции. Согласен. Вы к вам пришли. Мы к вам пришли. Сейчас, секундочку, наконим. Чего же они так испугались? Вы узнаете их? Да. Вот этого капитана вы узнаете, да? Узнаете. А Ситникова второго сотрудника узнаете? Да. Это те, кто вас останавливал, правильно понял? Да. А можно поинтересоваться, почему вы сейчас здесь службу проходите? Уважаемый, вы знаете, я ничего рассказывать не буду вам. А почему? Еще раз поясняю, потому что, потому что у меня по графику сегодня непосредственно... Я вообще отступлю от темы. Помните ситуацию, когда вы уехали на Тойоте РАФ-4? Я вам ничего поясняю. Помните? У меня вот один вопрос. Я вам поясняю ничего. Вы когда-то находились, вы в рамках служебной проверки, вы в рамках служебной проверки сказали, что вы гуляли с собачкой по форме. Я вам еще раз поясняю. И что собака вас без формы не признает. Все смеялись. Это правда? Я вам еще раз поясняю. Это правда? Я вам пояснять ничего не буду. Не, я просто задаю вопрос. Вы приехали по какому факту? Ну, я? По тому факту, что вы здесь непосредственно проходите службу. В связи с чем? Вы, пожалуйста, задайте, пожалуйста. И мы хотели бы, чтобы вы пригласили сейчас ответственного по второму батальону. Вы вызовете? Сейчас вызову. А кто сегодня? Не Евгений Петрович Мурза, случайно? Вы, 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 пожалуйста. Я могу непосредственно здесь вас попросить, чтобы вы вызвали? Мы здесь дождемся ответственного. Мы вызовем, ну, выйдите, пожалуйста. Не, я пока как бы здесь хочу постоять. Пройдите, пожалуйста, территорию. Почему вы отворачиваетесь? Извините, пожалуйста, секундочку. Да, конечно. Я задолажу, лежу мне часть. Пожалуйста, сегодня тревогу. Объявлена, вы уже просили вас выйти за ворот и ворот закрыть. Объявлена тревога, вы сегодня? Да, да. А это вы из-за этого в этом оборудировании? Давайте мы сделаем так. Мы можем сейчас сюда пригласить ответственного? Зачем? Затем? У нас здесь какая ситуация? Вы вчера работали на посту ДПС? На Курском посту. Не сли службу? Не знаю, что мы говорим. Я стою на охране сегодня. Нет, вчера. Стою на охране. Нет, вчера, вчера вы работали на посту ДПС? Второй день. На Курском? Второй день стою на охране. То есть вы вчера не были на Курском посту? Вы слышали, да? Он второй день стоит на охране, говорит? Ну, пойдемте поближе посмотрим. Они отворачиваются, смотрите, они вас боятся. Они, да? Я хотел бы, чтобы вы пригласили ответственного по второму батальону. Вызываю. Вызываю. Отлично. Просто мы хотели бы уже продолжить диалог уже непосредственно с ним. Ну, вы, то есть, ни в чем не несли службу, правильно я понимаю? Я ничего вам пояснять не буду. Я понял, хорошо, хорошо. Я тогда у Евгения Петровича задам этот вопрос, прошу. Хорошо. Хорошо. Ну, пока мы ожидаем ответственного, все-таки хотелось бы уточнить. Это именно те сотрудники, которые вчера несли службу на посту Курском? Да. Именно они, Сидников и Барышев, как они сейчас представились? Вам не показалось, что они как-то смущены были? Ну, соответственно, отворачивались. Отворачивались, не только это, наверное, я думаю, камера, а вообще ваше присутствие. Наверное. Ну, мы пока ожидаем ответственного, посмотрим, что он скажет. Хорошо. Да. Вот наши сотрудники работают. Вот, Коваль. Здравствуйте вам. Это что вас обнаружили? Да, да, да. Красиво прям. Сигналить нельзя, чтобы не нарушать. Согласен, да, да, да. Осторожно, осторожно. Спасибо. Спасибо. Без фанатистов. Все, в Ютубе мы наберем. Миллионов. Вообще, так скажу, Курский пост и руководство Курского поста, да и вообще командир батальона, замкомандир батальона. У меня такое маленькое обращение. Если все-таки они окажутся опять на посту, два этих замечательных сотрудника в кавычках, типа полицейских, если они будут все-таки продолжать нести службу на этом посту, поверьте, мы на этом посту поселимся. Проведем там долгое время. Никому это не понравится. Зато мы будем счастливы. И надеюсь, вы прислушаетесь к нашему совету. Да я думаю, вы в курсе, как нам сделать. У нас вы сегодня ответственные? Вот, тогда вы могли бы распорядиться, чтобы кто-то здесь сейчас оказался, потому что до сих пор мы не видим. Ответственный придет, мы с ним пообщаемся, и заявление ответственного мы подадим. Сейчас мы хотели бы для начала увидеть ответственного по батальону. У меня конкретно, у меня конкретно произошел конфликт с сотрудниками, вот здесь на проходной. А вот ответственный сейчас придет, вы пригласите ответственного сюда. Почему все почему-то чего-то боятся? Ну, почему у нас полиция гласная? Гласная полиция спокойно, нормально пришел, все пообщались, все разобрали, ответили на вопросы, заявление написали, если потребовалось. Все, какие вы... Так вот, нам нужен ответственный на данный момент. Вы можете пригласить ответственного? Ответственный по второму батальону может подойти? Они же ко второму батальону относятся. Все, я жду, давайте. У нас какой вопрос, знаете, вас направили? Вы же у нас, я так, вы все не ответственные, да? Вот этих сотрудников знаете? Барышев и Ситников? Знаю, конечно. Знакомы они вам, да? Вот какая ситуация вчера произошла, не слышали, на посту Курском? Нет, ситуация, я не владею, но... Они вчера вымогали деньги и средства. Вадим Юрьевич, я вам хочу, вы прекрасно законодательство, наше слово. У вас есть какие-то претензии, какие-то претензии по действиям данных сотрудников по общежим фактам? Вы можете изложить заявление на имя исполняющего обязанности командира батальона? Мы общаемся сейчас, нет, вы нам не поняли. Заявление я напишу в интернет-приемникам президенту, Следственный комитет прокуратуры МВД. Это все понятно, это я все сделаю. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы пришли с вами пообщаться, вот как вы ответственные пришли, раз именно вы представляете сейчас. О сотрудниках, о данных. Вы как, вы же открытые, гласные. И я простой гражданин. Хочу поинтересоваться. Это вообще нормально, что сотрудники полиции вымогают деньги? Они забрали права водительского удостоверения и свидетельства о регистрации, взяли 10 тысяч с ними на посту. Был гражданский человек, поехал с водителем к нему домой. 10 тысяч взяли, привезли и сказали, ищи в микрофинансирование двадцатку. Это как вообще? 20 тысяч, то есть 30 тысяч, они там на 100 с него хотели. И я уверен, достоверно, эта информация 100%. Потому что вот этот сотрудник Барышев, у меня первая, что мысль, как и была, это капитан Барышев. Точно так и оказалось. Потому что это нехорошая с***я уже однажды была в нашем ролике, когда смоталась. Я хочу попросить сотрудника не оскорблять. А, это не оскорбление. Объясню почему. При проверке, когда управление собственной безопасности, когда он вечером только прибыл, его все искали не могли найти, и КПО, он давал объяснение в рамках службы проверки, что он там выгуливал собачку по форме. Никакой собачки там не было, все видели. И почему по форме? Потому что собака не знает без формы. Честно говоря, я не смотрю вообще. Ну это да ладно. Я говорю о сотруднике, это не дело о Ютубе. Это же ненормально, вы сами считаете так? Я думаю, вы уверены будете так говорить. Вы изложите данные факты. Мы изложим. И уже... Могу я спросить, вы о данных сотрудников, как можете их характеризовать? С хорошей или положительной, или с отрицательной стороны? Сотрудники работают. Ну они положительные сотрудники, часто на них жалобы. Я хотел просто узнать, часто ли на них жалуются граждане? Нет, просто это сотрудники другого взвода, я не могу. То есть у вас просто информации такой нету? Нет, у меня такой нет. А я из-за чего хотел увидеть заместителя командира батальона Евгения Петровича Мурза, который постеснялся здесь по присутствию. Мне даже пришлось на его личный суток позвонить, потому что по-другому никак. У нас не присталось возможным его сюда вызвать. И в итоге он всячески пытался как-то отсюда сбежать. Что он и другие сделали. Потому что на самом деле есть ответственные. Я думаю, это не вы. Я понимаю, что если бы на данный момент произошел этот факт, я как ответственный уже бы начинал бы разбираться. Но это было вчера, поэтому я не в курсе, что там вчера проходил. Это более есть компетентный на этом уровне. А почему они тогда сегодня здесь находятся? Они согласно графику несут службу. Они здесь будут теперь всегда или они все-таки будут на курском подслужбу нести? Не в курсе? Вот это я вам не могу сказать. Я знаю, что по графику... Ну график-то им сегодня с утра составили. Работают по охране здания. Так, понятно. Ну в принципе у нас, наверное, больше никаких вопросов. Просто, понимаете, мы тем самым... Что произошло? Всячески пытались как-то, я называю это переобуться, никого сюда не выпускать. Понятно, там тревога, там всячески как бы занятия. Я, может, с теми раньше как отец не вышел, но вы сами понимаете, что проверка, работа тоже. И я, честно скажу, я даже рад, что я вас увидел, честно скажу. А у вас только хорошее у меня мнение, и такое оно осталось, и у вас такое останется. Мы должны, я хочу даже вот в ютуб сказать, общественность и госавтоинспекции не должны идти в разрез друг, а мы должны находить общий язык и взаимопонимание. И чтобы наша работа совместная будет спасать жизни людей. Потому что если кому интересно, кто будет смотреть этот ролик, пусть откроют в доступе статистику, и вы увидите, что на дорогах идет война, в самом прямом смысле слова. Поэтому... Я согласен, согласен, согласен. Все, рада встречи, до свидания. До свидания. Ну, не успели мы отойти и почти с вами попрощались, как тут вышел ответственный. И я был рад видеть этого сотрудника полиции. Действительно, он положительный сотрудник, я знаю, я уже давно работает, он несет службу на Ростовском посту при выезде по направлению в город Ростов от Воронежа. Спасибо ему большое за ту речь, которую он сказал. Он действительно прав. Так что вот такие сотрудники как раз и должны нести службу. И они достойны звания полицейского. Резюмируем. 27.07.2016 года гражданина остановили на Курском посту. И что мы видим? От него хотели денег два сотрудника ДПС. Меня в этой ситуации поражает несколько вещей. Первое. На самом посту никаких камер вообще нету. То есть творить можно все, что хочешь. Доказать гражданин ничего не сможет. На посту всегда запрещают видеосъемку, что очень нам не нравится. Следующее. Когда гражданин обратился в Управление собственной безопасности, Саликов Александр Николаевич, заместитель Управления собственной безопасности по оперативно-розыскной части, принимал заявление от этого гражданина. И всячески, по моему мнению и убеждению, я в этом уверен, затягивал весь процесс. Так как гражданин прибыл в Управление собственной безопасности на Карла Маркса, 32, насколько я помню, дом, ориентировочно в 2-3 часа, вот в этом диапазоне. Прибыл на пост после 7 часов. Я думаю, такие мероприятия, как ловля коррумпированных сотрудников, должны происходить в сжатые, в оперативные сроки. По моему мнению, это не должно превышать и часа. Я думаю, наверное, меня, сотрудники Управления собственной безопасности и вообще люди, которые в теме, понимают и согласятся со мной. И у меня на этот счет обращение к ССУ Александру Николаевичу. Александр Николаевич, я очень вас прошу настоятельно провести в этом плане проверку. Почему были затянуты все сроки, все непосредственно, все мероприятия? Как вообще так может быть, что сотрудники, вообще мне их даже слово, язык не поворачивается, называть их сотрудниками, были просто, можно сказать, отпущены. Они ушли от наказания. Есть основания полагать, что Саликов Александр Николаевич причастен к утечке информации по данным мероприятиям. Вы скажете, что эта дежурная часть могла слить, вполне возможно. Но при попустительстве Саликова, однозначно, его вина здесь есть самая прямая. Хочу, кстати, добавить по поводу камер на посту. У меня огромная просьба руководства ГИБДД, МВД Воронежской области, в частности, Сысоеву Александру Николаевичу просьба, установить на всех наших постах, а у нас их всего три. Это выезд из Воронежа в сторону Курска, выезд из Воронежа в сторону Ростова и в Богучаре пост ДПС. Все остальное у нас места дислокации. На всех постах должна вестись видеосъемка, обязательно. Потому что в таких случаях, коррупционных в особенности, можно хоть какую-то правду найти гражданину. В противном случае ничего не докажет. И на всех местах дислокации, если таковые и есть у нас, а у нас такие и есть, и вы знаете прекрасно, там также обязать руководство ГИБДД поставить камеры наружного наблюдения, в том числе и внутри помещений, и обеспечить сохранность всех материалов в видео, чтобы всегда можно было в рамках служебной проверки истребовать данные записи и просмотреть. И если не окажется данных записей, не то что дисциплинарное наказание, а увольнение тех людей, которые ответственны за эти камеры, обязательно нужно увольнять. Самый важный момент. Что касается вот этой вот пьянки за рулем. Ну мы прекрасно понимаем, что гражданин на самом деле не употреблял алкогольных напитков. Точнее он их употреблял около полутора суток назад. То есть мы прекрасно понимаем, что никакого результата бы алкогольного пьянения прибор бы не показал. Они просто воспользовались обычным страхом. В большинстве случаев у них это прокатывает. Я не сторонник езды в пьяном виде, вы сами прекрасно знаете. Мы сделаем так. Те люди, которые с выхлопом поехали, и те люди, которые на самом деле не пьяные, но они сомневаются. Сейчас это относится ко всем абсолютно. Если у вас взяли документы в заложники и вас обвиняют в состоянии опьянения, вы ни в коем случае не идете на провокации. С их стороны коррупционная провокация. Ваши действия. Вы настаиваете на мета-свидетельствование, чтобы вас везли в мета-учреждение. Они вам будут говорить, что там покажут. И все остальное. Но это первый вариант развития событий. Вы настаиваете, вы едете. Если они подменяют вам понятие, вы в протоколе, пишете во всех документах, в частности, непосредственно, протоколе, в акте-свидетельствования, везде указываете, где только это возможно, что вы настаиваете на мета-свидетельствование. К вам вопросов потом в суде никаких не будет. Если все-таки так получилось, вы подались на провокацию, водительское удостоверение, либо свидетельство регистрации, вообще любые документы, какие-либо остались, знаете, что сделаете? Вы просто оттуда уехали и не приезжаете. Документы сделать один день. Вы приедете на место к себе домой, например, к друзьям. Все, оставайтесь там. На следующий день поедете в ГИБДД, оформите все документы в связи с утерей. Другой вариант развития событий. Вы сообщаете в управлении собственной безопасности. Я думаю, такие ситуации, как вот эта, они редкие. И надеюсь, больше таких не будет моментов. Сообщаете в управлении собственной безопасности и уже с ними отрабатываете это мероприятие таких вот преступных сотрудников. То есть, при любых обстоятельствах, если документы остались у них, вы забыли про них, уезжаете. Во-первых, это наука вам. В следующий раз вы будете более уверены либо не употреблять, либо с выхлопом не поедете, в зависимости, какая у вас ситуация. А сотрудникам будет наука, что документы не являются заложником. Никаким образом. Вы на следующий день все сделали, все хорошо. Еще раз повторю. Я никак ни на кого, ни на что не настраиваю. Но объясняю, что вы абсолютно можете повлиять на эту ситуацию. И все пойдет как нужно по закону. В случае непредвиденных ситуаций, какие бы они ни были, вы всегда можете позвонить по телефону горячей линии МВД. Он сейчас появится ниже, и я его озвучу. 8-473-2-51-12-50. На него бывает сложно дозвониться, но можно. Бывает очень быстро. Тут как повезет. Я в этом плане, кстати, хочу обратиться к Сосову Александру Николаевичу, обратить внимание на данный телефон. Этот телефон был организован в соответствии с 808 приказом нашим министром МВД Колокольцевым. И хотелось бы, чтобы он действительно работал полноценно, и любой гражданин мог на него дозвониться. Потому что этот телефон служит именно по обращениям граждан на противоправные действия сотрудников полиции. И бывает неотложено нужно своевременно отреагировать. Соответственно, на это нужно просто элементарно дозвониться. Просьба сделать, починить телефон. Так что не попадайте в такие ситуации и, если что, как говорится, обращайтесь. Все, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok